МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девушка самостоятельно изучает новые музыкальные инструменты и хочет стать актрисой мюзиклов. И в эти минуты Саша Овчаренко – гость нашей программы. С ней встретилась моя соведущая Белла Джозаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Саша. Доброе утро. Саш, ты у нас в гостях не первый раз. И каждый раз ты меня удивляешь какими-то своими новыми успехами в творчестве. Помимо того, что буквально недавно ты окончила два музыкальных отделения, вокальная и фортепианная музыкальной школе, ты сейчас еще продолжаешь обучение на театральном отделении. Помимо этого, ты стала участницей тысячного хора. В общем, увлечений у тебя масса. А мне вообще интересно, откуда истоки к творчеству у тебя? Ну, истоки к творчеству у меня начались еще в детстве. Я нашла в фотоальбоме фотокарточку, где я совсем маленькая, еще в коляске сидела и своими маленькими ручками клацала по клавишам пианино. А потом мне мама уже рассказала то, что, когда я приходила к гостям, я думала то, что у каждого в доме есть пианино. Я спрашивала, а где ваше пианино? Почему никто не играет? Для меня это было огромной загадкой. После этого мама отдала меня на вокальное отделение к Татьяне Петровне Семиренко. А после я уже пошла на фортепиано к Анне Юрьевне Войко. И уже потом, то есть сейчас, я обучаюсь у бармянцева Анатолия Михайловича. Но когда он приходил ко мне на вокал, я его жутко ненавидела. И только когда я начала именно учиться у него, я поняла, насколько это талантливый человек, и что он очень многое знает и может многое рассказать. И я поняла, как я сильно ошибалась. Ну вот на моей памяти ты уже кем только не хотела быть. Я даже помню, что в прошлую нашу встречу ты хотела быть пародисткой. Сейчас я так услышала, что ты хочешь быть актрисой мюзиклов. Скажи, пожалуйста, в каком амплуа ты себя видишь? Ну, самое главное, я не хочу однотипных ролей. Я вижу себя в разных амплуа. Вообще, почему я решила заняться теперь мюзиклом? Я так поняла, что он сочетает в себе вообще всё. Там и песня, и танец, и всё, что хочешь. И это мне, я думаю, что подходит лучше всего. Вообще, я посмотрела один мюзикл по Джеки Луи Хайду. Я очень сильно вдохновилась, когда увидела, что актёр, он должен показать себя в одной роли на сцене совершенно разным. И это меня поразило, и теперь я горю всем желанием туда поступить. И самое интересное, что ты сейчас учишься на повара-кондитера. Но, насколько я понимаю, поваром-кондитером тебе не быть. Ты в любом случае будешь творческим человеком. И вот сейчас я услышала, что ты самостоятельно изучаешь маленькую гитару. Она называется окулеле, если я не ошибаюсь. Окулеле, да. Окулеле. Чем нравится? Что это такое? Мне нравится эта маленькая гитарка, потому что она довольно компактная по сравнению с обычной гитарой. Там всего четыре струны, и на ней довольно легко было научиться играть. Вообще, это хобби у меня появилось совершенно случайно. Я просто увидела, я просто захотела, и я просто научилась. Нравится? Да. Саша, мне остаётся пожелать тебе новых творческих успехов. Я не знаю, что ты в следующий раз нам преподнесёшь, какое у тебя будут увлечения, но я не сомневаюсь в том, что оно точно будет. Так держать. Успехов, удачи. И спасибо за участие в нашей программе. Вам спасибо. Спасибо. Новый информационный день продолжает своё вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы Ногайской редакции в 14.30 вести с Аллой Динаевой. Удачной вам рабочей недели. Всех хорошего дня и встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Дарите эмоции. 585-Золотой. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Возьмите кредит до 3 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Продолжение следует...